Мы уже до такой степени, как говорится, выругались, все выругались, что уже никого, вот видите, даже никто не вышел. Потому что никто не верит уже в предстоящее, как говорится, деяние. Жители гостинки давно потеряли надежду на то, что кто-то им поможет. И это неудивительно. Уже пять лет в подвале дома скапливаются сточные воды в перемешку с фекалиями. В апреле прошлого года подвал затопило, потому что засорился сетевой канализационный колодец. Это произошло из-за того, что на Мира-58 сгнила труба, где расположен подпор стоков на центральном коллекторе. Трубы починили, колодцы прочистили, а в подвале все равно продолжают скапливаться сточные воды. У нас запах. Запах – это мягко сказано. Вонь. Вонь в прямом смысле слова. Комарье. В-третьих, все оборудование, как говорится, сгнило. Там уже, если задеть, то там все прорвется. Все, буквально. На прошлой неделе наша съемочная группа вновь побывала на месте коммунального коллапса. Муниципальная управляющая компания «Водоканал» отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Однако после выхода последнего сюжета про этот злополучный дом отреагировала администрация города. Проблема неисправной канализации в городе комплексная. Из-за безответственного отношения жителей, некоторых управляющих компаний и БВК на сегодня сложилась неблагополучная ситуация в общегородской системе канализации. Колодцы у некоторых домов стоят на подпорах, забитые нижним бельем, ложками, памперсами, постельным бельем. Подвалы домов затоплены канализацией из-за сломанных труб, которые обязаны ремонтировать. А БВК не промывают коллекторы и несвоевременно чистят колодцы. По словам администрации, с весны Березняковская водоснабжающая компания в городе ведет работы по промывке общегородской системы канализации. Гидродинамической машиной коллекторы чистят подрядная организация, с которой у БВК заключен договор. Необходимо, чтобы и управляющие компании отремонтировали трубы в подвалах домов. Потому что если они неисправны, то канализация стекает в подвал. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию, потому что вы платите им деньги и вправе требовать качественное выполнение работ и услуг. В этой дурнопахнущей теме еще рано ставить точку. К слову, на данный момент к нам в редакцию поступило еще несколько подобных обращений. Мы обязательно продолжим разбираться в этой коммунальной проблеме. Валерия Галакова, Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...